привет из беларуси как получить побольше растений хороших и разных конечно черенковать при этом можно хорошо сэкономить для черенкования будем готовить с вами землю возьмем обычный рассадный грунт и добавим еще туда перлит перлит очень хорош для нашей цели для черенкования все черенки которые идут нам из-за рубежа они все посажены именно почву с перлитом укореняемость процент укореняемости растет в таком случае получается очень рыхлый субстрат вот смотрите сколько добавить ну примерно одну четверть от вашего объема можно одну треть даже добавлять тут уже такой роли это не играет говорится маслом кашу на бегоне вечно цветущий выбираем хороший побег крепкий оставляем обязательно какую-нибудь пазуху чтобы шел замещающий и срезаем под листом удаляем обязательно бутон вот такой побег оставляем его для того чтобы просох вот стебель он мясистый и обязательно надо чтоб он подсох так вот геликризм это прошлогодний где-то 4 сантиметра такие черенки срезаем нему это уже не повредит я уже один раз с него срезала черенки если вы получаете покупаете или получаете по почте сурфинию и хотите получить дополнительные растения если она вот такая не прищипнутая то вы вполне можете разделить ее пополам смотрите вот такой вот срезы черенок то есть вы получаете бесплатное растение сурфиния очень хорошо укореняется этому растению тоже хорошо пойдут активнее развиваться боковые побеги она будет пышным сурфинию обязательно нужно формировать то есть вы получаете бесплатное растение если же вам достался уже прищипнутый черенок сурфиния дождитесь пока вытянется какой-нибудь побег обычно это самый нижний смотрите вот его можно обрезать да вот этого верхнего и тоже укоренится не забывайте обрабатывать инструмент вот такой маленький он тоже пойдет в дело ну и это 300 боролись даже если черенок сурфини получается совсем маленький он все равно укоренится не обрывается сильно листья вот так прямо и сажайте самый только нижний лист можно оборвать и посадить тут можно два листа оборвать тут хватит для корневин и в кассету сан-виталия зацвела но куст совершенно не пропорционально поэтому наша обрезка даже поможет тут можно только вот такие боковые я думаю что их можно оторвать эти боковые черенки ну и конечно выщипать бутон поскольку растение для меня новое несколько черенков я оставлю с бутонами посмотрю кто принимается быстрее без бутонов или с бутонами если вам удастся купить немезию неважно большой уже цветущий куст или молодое растение то немезия тоже очень хорошо укореняется небольшие вот такие черенки вот нарезаем смею смотрите не укореняем у меня получилось 72 растений может быть кто-то из них и не укоренится но тем не менее посмотрите сколько бесплатных растений черенки я уже поливать не буду теперь затягиваем встреч пленкой ящик ну или пищевой пленкой у кого что есть накрываем все делаем теплицу и потом этот ящик мы забираем дом не оставляем в теплице где перепад температуру в доме все-таки у нас постоянная температура 20-22 градуса ставим на подоконник где нет яркого солнца и ждем дней 7-10 полностью укоренилась немезия пропала две штуки сан-виталий так бегония вроде вся потом смотрите сурфиния вся и даже под вытянулась бакопа вся гелихризм тоже немного пропал ну не то что немного больше половина пропала даже не знаю почему может быть вот этот ряд был последний в кассете вот этот не очень удачный для него может быть не хватило ему света чего-то там не хватило ну в общем не ахти он как укоренился а теперь давайте попробуем ну вот сидят они красивые а на самом деле вот какие у них тут корни так попробуем бакопа есть у нее там что-то или нет это бакопа ну вроде есть вот можно пересаживать принципе готова так хорошо теперь мы посмотрим на корни сурфини помните я такими маленькими сажала совсем о смотрите какая красота корни есть давайте посмотрим еще на какой-нибудь другой экземпляр тоже прекрасно за две недели готовое растение так теперь посмотрим на бегонию вот особенно эту зеленую мне хотелось размножить есть у нее корни ли нет там что бегоне вы знаете сидит долго вот корней не вижу но ком не разваливается принципе вот так можно перекинуть больше горшочек и всю сан виталия конечно капризная я не знаю как ее лучше может у кого-то опыт есть напишите с бутонами без бутонов она так сильно подведает вот даже в сравнении с другими растениями ну вот чуть-чуть корешки вот пробиваются вот здесь видите вот то есть ну процесс идет но она так выглядит все равно по сами с остальными такой вот какой-то обиженный да ну и немезия немезия укореняется очень хорошо очень хорошо единственное что надо прищупнуть и о немезия не укоренилась о нити только я сказала что она хорошо укореняться подвела меня в общем-то это не нельзя так сейчас мы еще попробуем а здесь уже есть корешки вот такие вот вот они есть так что принципе неплохо посидит и это тоже укоренится еще что мы сейчас с вами просто обязаны сделать на боку пи я уже сделала называется пенцировка или прищипывание да теперь мы это будем делать на сурфине обязательно выщипываем верхушки если черенкуете ампельную петуню обязательно тоже формируем насчет немезии пока оставлю пусть хорошо укоренится вот которая побольше вот можно тоже уже прищипнуть уже стала она сама видится тоже пускать боковые побеги процесс черенкования несложный увлекательный с его помощью можно хорошо сэкономить и украсть свой дом двор террасу балкон множеством цветов если у вас пока нечего черенковать ничего скоро начало сезона и первые же купленные растения послужат основой для черенкования и для новых растений у меня пока все если вы на канале впервые заходите походите понравится подписывайтесь ну а мне пора прощаться до свидания надеюсь до скорого